Вот, всем привет! Сегодня я попробую рассказать, зачем я купил Surface Pro. Вот, то есть, какая проблема? Что на Mac'е? Можно хорошо программировать, можно печатать какие-то тексты. Вот, у меня 5-летний Mac, 2013 года. Там все хорошо, но проблема в том, что если мне нужно нарисовать условно какой-нибудь график или эскиз, для статьи условно, то сделать это крайне сложно. То есть, я подключал тогда этот вакуум, такая, как это называется, drawing pad. Можно что-то рисовать, но какой-то определенный скил нужен, наверное, бумага гораздо проще. Поэтому на прошлой неделе я купил вот такой вот iPad Pro, вот с клавиатуркой. И на самом деле он неплох. Сейчас попробую, сейчас блокирую, покажу. Вот, на нем можно читать, в принципе, книги удобно, если солнце прямо не светит. Можно рисовать всякие вот штуки, довольно сложные, которые мы рисовали. Так почему-то он, это, не перевернулся. Очень странно. У меня в меню разворачивается, а сама эта штука не очень. Ну, видимо, можно вот как это сделать. Вот, даже не знаю, как сделать, если честно, как эту штуку перевернуть. Вот так можно сделать. Вот, это мы с товарищем созвонились и рисовали схему, как работает один криптопроект, довольно сложный. Вот, и что угодно, можно iPad подключить по штуку такому-то к MacBook'у. И с помощью, короче, небольшой хитрости через, по-моему, называется Time. Нет, сейчас, короче, просто покажу, как это работает. То есть можно вот так вот его развернуть. Или даже не вот так, а постоянно запутываюсь, что-то как-то, по-моему, как-то так. Ёки-паки. Вот. Так-то его можно развернуть. Так вот, почему-то он опять не переворачивает сам лес бумаги, переворачивает только меню. Ну, можно, видимо, что-то настроить, я просто не рубаю. Вот, и если, условно, хочется подключить к компьютеру, то можно просто сделать примерно вот так. Попробовать вот эту штуку, потом зайти в QuickTime Player, нажать, ну, Record Movie, и вот тут, в всплывашке, выбрать, короче, место камеры. Ну, у меня еще такая шляля есть, можно, короче, камеру открыть-закрыть. Всякие шпионы, если я. Вот. И можно изменить устройство, и будет транслироваться iPad. И, например, с какого-нибудь там Zoom, или Appear, или Skype, или Google Hangouts. Ну, например, можно, например, зайти вот в Appear. Appear, не знаю, там, QE 123. Да, вот, зули он, что она еще не занята. И можно в любой видеоконференции, здесь выбрать Share Screen, и выбрать Application Window, и в Application Window можно выбрать вот какую-то конкретную window. И вот такая вот шляга будет транслироваться всем. Можно просто брать и... Блин, карандаш. Ссылки оставил. Вот. Можно, например, взять и открыть там, не знаю, какой-нибудь новый документ. Скетч, они его называют. Ссылки на экран. И тут нарисовать какую-нибудь мурзилку. Вот, и там будет все транслироваться. Дальше, если вы будете делать вебинар. По идее, в теории, если использовать какую-то приложуху типа OBS, по-моему, называется, да, вот это, то в ней можно будет транслировать сначала, ну, вот это вот, как бы, как главный фон. То, что вот на iPad рисуется. Наверное, ничего не видно на этом видео. Можно вот так написать. Да, так, видимо, что-то видно. Это будет бэкграундом, и можно взять фронтальную камеру и сделать ее, ну, как делают этот гейм-стриминг. То есть, когда там дети играют, они начинают стримить основное окно, которое, в котором идет игра, в верхнем правом углу их короче лицо. То есть, по идее, с этой шнягой можно делать какие-то там а-ля вебинары или конференции и типа симулировать доску такую маркерную, что, по идее, удобно. Вот, проблема в том, что эта шняга как-то, ну, то есть, на этом, наверное, преимущество заканчивается. То есть, iPad это, по сути, большой iPhone, то есть, здесь нету недоступа к хайлу стен, по крайней мере, не знаю, как делать. Здесь очень ограниченное количество приложений, видимо, нормальных. Ну, либо я просто не знаю. И чтобы зарядить вот эту вот карандашку, надо вот так вот пихать, короче, в сам iPad. И выглядит это, ну, как-то довольно стрёмно. То есть, сейчас я рукой задел, я просто сломаю этот карандаш, а стоит он там без налога 100 баксов, что, ну, это... Ну, обидно, наверное, будет сюда сломать. Ну, и плюс тут как-то зарядку можно посмотреть с карандаша, это вообще не очевидно так. Вот. И, кроме всего прочего, ну, на этом, ну, то есть, можно читать, можно рисовать и все. И заплатил за эту штуку, а сам iPad стоил что-то типа 640 долларов, карандаш стоил сотню, клавиатура стоила 160, плюс налогов вышло 993 доллара какой-то там, 54 цента. Вот. То есть, клавиатура, в принципе, тоже неплохая, если так подумать, то есть, вот, если как-то... Как-то ее... Вот, я... Сейчас никак не научусь нормально разворачивать, плюс кем. Но если вот так вот развернуть, открыть какой-нибудь документ, даже вот этот Microsoft Office, я, правда, не пользуюсь, но если бы я пользовался, можно было и сказать там, типа, вот, давайте я еще что-нибудь тут напечатаю, то, в принципе, вот эта печаталка, она довольно удобна, то есть, если мы так поближе посмотреть, не знаю, насколько будет хорошо видно. Она сделана из какого-то материала, типа, баллоневой такой штуки. Ну, она такая, достаточно жесткая на ощупь, но это все равно, это, типа, как это называется по-русски, ткань. Вот, и вроде бы тактильные ощущения неплохие, можно печатать, не так быстро, как и на основной клавиатуре, но, например, если хочется написать какую-нибудь там условно статью и не отвлекаться на какие-то социальные сети, да, то можно взять, типа, какой-нибудь там листочек, вот как у меня здесь есть рядом, и спокойно себе писать, то есть, писать, рисовать на нем можно, но вот тысячу долларов цена кусается. Поэтому была гипотеза, ну, я заглубил, короче, какие есть эти конкуренты у iPad Pro, и было написано, что есть, короче, конкуренты, называется Surface Pro. Вот, я съездил в Best Buy, вот, мне этот товарищ отвез, и, в общем, купил я вот эту шляпу, купил ее буквально пару часов назад, ну, и сразу отвечаю на вопрос, в какую хер я его купил, потому что, в общем, здесь в Соединенных Штатах есть return policy, то есть в течение двух недель, ну, не знаю, может быть, в России это тоже есть, я это никогда-то не делал, но, в общем, по крайней мере, здесь можно купить какую-то вещь и в течение двух недель просто взять ее и отнести назад, сказать, знаете, ну, что-то мне не понравилось. Вот, поэтому, по сути, такой деморай на прокат. Вот, и у него вот такая вот задняя сторона отодвигается, да, за эту штуку я отдал 1370 долларов, что дорого, вот, ну, то есть за вот этот планшет, за квалиатуру и за карандаш. Вот, карандаш здесь немножко другой, вот, на магнитике вот крепится по сторонам, что удобно, но вот эта сама штука, а Surface Pro, она гораздо больше, чем iPad. То есть я как-то на видео в обзорах смотрел, я, может быть, не тот iPad взял или не тот Surface Pro, но вот по размерам, вот, видно, что они, ну, несколько разные. Ну, даже вот так, наверное, лучше видно. То есть если эту штуку можно условно там сумки с собой носить, вообще не замечаю я, то Surface Pro это дополнительный какой-то компьютер. Вот, и... ща. Тут стоит какой-то Windows. Ща, по идее, должен меня как-то распознать. О, я с лачкой снимаю. Вот. Но вот я попользовался им по дням и вообще нихера не понял, как пользоваться Windows. Windowsом, потому что здесь, ну, наверное, это какой-то прогресс по сравнению с последним Windowsом, который у меня пользовался по Windows XP. Значит, пытаюсь закрыть, вот. Он тринкает и не закрывает. Я вообще не понимаю. Видимо, надо ОК нажать. Чего? Плут, бейслан, я вообще не рубай, что-то такое. Ну, вообще, я запустил, типа, перформанс-тест. И по перформанс-тесту он говорит, что, короче, ну, это не ноутбук ни разу, а какое-то говнище. То есть он говорит 3DMark 992 попугая. Я уж не знаю, что это за циферки. Но вот поэтому, судя по спидометру маленькому, это вот самая-самая-самая жопа, которая есть вообще по производительности. Поэтому это далеко не лаптоп в плане производительности. Но, типа, плюс в том, что, по идее, можно так вот взять карандашик, взять вот эту вот занятию и свернуть, сделать вот так вот, и будет что-то типа планшета. Такой огроменный убогий планшет. Вот. Сколько он от батареи держит, я, честно говоря, не знаю. Вот сейчас можно посмотреть. То есть батарею у него 53%, можно будет оставить и посмотреть только работает. Но вот в плане использования планшета, видимо, может быть, какой-то навык нужен определенный, чтобы использовать Windows 10, Windows 10. Ну, в общем, даже iPad удобней в плане... Ну, не даже, то есть iPad, видимо, гораздо удобней, если использовать как планшет. То есть там все как-то от пальца сделано. А тут, видимо, подразумевается, что надо использовать либо вот этот карандаш, типа стилуса, либо мышку. Ну, кстати, мышку можно тоже было в комплекте купить. Они, конечно, красиво выглядят. Тут такая ткань, типа замшевая. Такая прям все это... Ну, неплохо сделано в плане вот качества самих вот этих кнопок. Но если вот у кого-то будет такой стоять выбор, чего взять конкретно под мои требования, то есть если рисовать условно какие-нибудь графики под статей, проводить какие-нибудь конференции, то Microsoft меня разочаровал просто полнейшим. Ну, то есть я сам дурак. Видимо, не почитал, не понял, не разобрался. Но вот по идее вот есть какой-то триллипоент, может быть, над какую-то другую программу еще остановись. Ну, что вот он опять мне пишет? Ну, хорошо, старый. Ну, то есть все с Microsoft, видимо, с точки зрения каких-то объективных цифр можно сделать все. То есть там и какие-то и память, есть и процессор, здесь типа Core i5, какой-то там версии и так далее. Но вот просто вот купить его и начать пользоваться, это очень геморно. То есть вот надо сидеть и разбираться, как что работает, что-то тут, короче, какую-то справку наверняка искать, какое-нибудь приложение специально устанавливать, там и так далее, и тому подобное. То есть вот рисовать тут что-то можно, но если я сейчас хочу это где-то опубликовать или вставить в Word какой-нибудь условно, или в Google Docs, то я вообще не понимаю, что делать. То есть да, я согласен, что я, наверное, не прав, потому что надо разбираться и понимать. Но вот я беру iPad, я вообще ничего не понимал в iPad'ах, у меня никогда в жизни не было iPhone'а, у меня был Mac, да, но я не пользуюсь ни этим, ни iCloud'ом, я не пользуюсь, ни iTunes'ом не пользуюсь, ничем таким не пользуюсь. То есть пользуюсь там Google Drive'ом, да, Google Doc'ом, документы мне печатаю, и вот рисую я, где придется. Я беру в руки iPad, и я могу сразу что-то сделать, что-то скинуть, что-то показать, в принципе вообще не заморачиваясь, не изучая предмет на области. С Microsoft'ом так не получается, и вот он мне какие-то аккаунты постоянно просит создать. Я вообще, короче, не понимаю, чего ему надо, что вообще за говнише происходит. Вот, и, ну, то есть мне нечего видно. Но карандашик зато здесь заряжается, ну, то есть если на iPad'е там надо заряжать карандашик там раз в неделю условно, там, то этот карандашик, по идее, заряжать надо раз в год, просто батарейки менять. И у него есть такая фишка, что вот если его развернуть как лэптоп, вот как MacBook, эту подставку выдвину достаточно далеко, потому что я сегодня выдвинул недостаточно далеко, он стал вертикальным, потом взял, просто шлепнулся. Чуть не разбила. Да, то есть если открыть какую-нибудь вот... Ну ладно, вот, что-то в Word не открывается у меня. Вернем, открывается много-много раз. Ну вот, чего you could not be saved? Ну, в общем, вот я не пользовался Windows'ом со времен Windows XP. Я еще в школе, по-моему, учился, мне первый раз поставили Kubuntu, я так больше не пользовался другими Windows'ами. Сейчас вот после какого, получается, 15 лет спустя вот я беру Windows и ничего, в принципе, не поменялось в лучшую сторону через жопу. Вот. Ну да, вот в чем тут штука, что можно вот с задней стороны карандашик стирать, смотреть удобно. Вот, поэтому... Наверное, кому-то будет пользоваться этим удобно и круто, и вообще лучше, чем ноутбук, и можно здесь клавиатурить, да, клавиатуры здесь тоже говно полно. Вот. Но вот я не из тех людей. Ну, короче, ладно, я записываю это видео в большую часть, чтобы хоть что-нибудь мне сейчас на YouTube положить, потому что я записывал кучу видео и прекрастинировал их выложить на YouTube. И вот начну, пожалуй, с этого видео сегодня. Вот. Всем спасибо. Всем хорошего настроения. Небольшой апдейт. Я сейчас просмотрел видео, которое записал, и я думаю, что возникли какие-то вопросы, и я попробую вот сразу на них ответить. Ну, так, как я думаю. Первое – это что девайс, который я взял, вот этот вот Surface Pro, он был новенький, то есть он не был уже распакованным, он был вполне себе в полиэтилене, вот тут коробочки у него все есть, вот коробочка от самого этого Surface Pro, вот эта вот коробочка от клавиатуры и от карандаша, то же самое с iPad. У него сам есть коробка от его этой клавиатурки и карандаш. То есть тоже все было в полиэтилене, все новенькое. То есть они конкурируют жутко в SBA и прочее Амазона. И поэтому предоставляют такую услугу, что если вам не понравилось по каким-то причинам девайс, то можно вернуть. Однако они на это потом помечаются, и вроде бы ходили слухи, что если уж очень много возвращать, там накупить там кучу всего, а потом все это вернуть, то они в какой-то момент потом этот, ну, в общем, какие-то санкции будут применять, там или комиссию дополнительно требовать, или, в общем, не будут принимать. Точно не уверен, но, в общем, такие вещи ходили. Вот. И вот такая вот, кстати, еще есть книжка здоровская, ну, этот, как он называется, Kindle, Amazon Kindle. Ну, этот читалка. Вот. Читалка, она, конечно, маленькая, очень неудобная, но вот что на ней реально круто, это то, что даже когда солнце светит, вот так вот напрямую на нее, то все равно можно все, говоря, читать. Потому что, ну, так экран у него устроен, что, в общем, при ярком солнце освещение на нем еще лучше видно, чем без него. А на всех остальных, там, экранах, там, на этих, на MacBook, iPad и прочих смартфонах, если, там, в общем, солнце свесит как бы сзади, на экран прям попадает прямая лучшая, то становится читать совершенно невозможно, что, наверное, не всегда удобно. Ну, в общем, ладно, я сейчас попробую, вот у меня как раз я купил его в позапрошлый понедельник ночью, и сейчас воскресенье, то есть я купил его 20 сентября, а сейчас 23, то есть, по идее, как раз 2 недели уже на исходе, поэтому надо бы уже в несколько полчаса идти в этот App Store, как раз дойду туда 6, и за час до закрытия попробую сдам назад, скажу, знаете, что-то мне ваш iPad не понравился, хотя на самом деле не понравился, а просто хочу проверить, да, здесь Microsoft, в общем, второй шанс, что это, конечно, говнейшее, но, может быть, я ошибаюсь. И если вдруг окажется, что я все-таки прав, что iPad лучше, а потом попробую новый, возьму его, но уже не буду его возвращать. Ну, в общем, сейчас попробую, схожу в Apple, и потом, может быть, запишу видео, удалось его сдать или не удалось. Сдал я iPad в Apple Store. Мужик просто спросил, дескать, что такое, что не понравилось, я говорю, ну, просто, типа, не нашел его очень нужным за 1000 баксов, короче, просто скейч рисовать. Вот видите, за мной там куча-куча-куча народа, они даже вот в очереди какие-то люди стоят. Оказывается, сегодня или там на днях выпустили какой-то еще там один iPhone очередной, очень который отличается от всех предыдущих iPhone'ов. Принципиальная разница, инновация. Вот, поэтому, в общем, кое-как пробрался туда и сдал. Но единственное, поскольку я его покупал с помощью налички, они говорят, наличку мы вам не вернем, вот, поэтому запишитесь в адрес и вышлем, короче, вам чек на почту. Вот, этот чек еще потом где-то надо будет обналичивать. Поэтому, по идее, надо бы сгонять бы завтра в банк и попросить выпустить мне кредитную карту, раз уж все равно надо будет что-то мейлить на адрес. В общем, so far, ну, пока что, никаких проблем с дать технику назад не было, поэтому, в общем, по-моему, не так вариант просто попробовать и потом, что реально понравится, взять. Вот, у меня все. Всем пока.